Приветствую вас, друзья! Меня зовут Сергей Пилипенко, я любитель природы. По профессии я астрофизик, то есть изучаю природу на масштабах галактик, а в свободное от работы время я изучаю природу нашей небольшой планеты. У меня есть свой канал на ютубе, также я известен в живом журнале под ником ИСЕРП. Я веду специальный блог под названием «Один год парка Фили». Парк Фили – это ближайшее ко мне, он находится в Москве, это ближайшее к моему дому место, где можно, так сказать, напрямую прикоснуться к природе, хотя и сильно искаженной городом. Блог называется «Один год парка Фили», потому что я хожу туда практически каждый день, снимаю, выкладываю фото и видео и надеюсь пронаблюдать полную смену сезонов, то есть весь цикл природы и составить тем самым наиболее полную картину о природе парка. Сейчас я снимаю в основном птиц, но меня также интересуют ландшафты, растения, насекомые, так что ждите лето, будет интересно. Кроме парка в Москве я также снимаю в походах. Хожу либо один, если недалеко, либо в компании со своими друзьями, бывалыми туристами, специализирующимися на конных и велопоходах. За их плечами не одно первопрохождение алтайских перевалов на велосипедах. Я пока только приобщаюсь к этому делу, но тем не менее на Алтае уже побывал. природа Алтая, конечно, сильно потрясла по сравнению с Москвой. Наша компания может показаться кому-то несколько специфической. Она возникла после фильма «Аватар» из его наиболее отъявленных фанатов. Мы считаем, что народ Нави, показанный в этом фильме, демонстрирует пример правильного взаимодействия между природой и разумными существами, и нам надо брать с них пример. Подробнее вы можете посмотреть на нашем форуме pandoroworld.su. Там также вы найдете отчеты о множестве походов, как фото, так и видео. Основной мой рабочий инструмент сейчас — это фотокамера формата микро четыре третьих Panasonic Lumix GX8 с объективом Panasonic Leica 100-400. Штатив я с собой почти никогда не беру. Мой ежедневный рюкзак и так довольно тяжелый, а мне еще с ним потом на работу. Кроме этого, я снимаю фотоловушкой с Алиэкспресса, модель HC-550M. Также я снимаю с помощью квадрокоптера Mavic Pro. В парке Фили я это делать практически не буду, потому что полеты над Москвой запрещены, но мне, в общем-то, хватает интересных сюжетов и вдалеке от Москвы. Например, сейчас вы видите одно из озер в Мещоре. Я очень люблю Мещорский край. Он находится сравнительно недалеко от Москвы. Можно доехать на электричке, и я стараюсь выбираться туда почаще. Немаловажная часть процесса съемки — это обработка фото и видео. Тут я использую планшет от Apple. Это позволяет мне обрабатывать большую часть материалов в метро по дороге с работы или на работу. Я не фанат техники Apple, но без такого планшета я вряд ли мог бы выкладывать фото и видео почти каждый день. Основная цель моего канала — запечатлеть природу в привязке к конкретным локациям, будь то парк в Москве или какие-то совершенно удаленные территории. Дело в том, что многое, что мы знаем, может исчезнуть или измениться как по естественным причинам, так и в результате деятельности человека. Причем последнее сейчас, к сожалению, происходит чаще. Так вот, фото и видеосъемка позволяет как минимум сохранить память о том, что было на самом деле. Также она может помочь и в вопросах охраны. Но при этом обязательно надо помнить про контекст. У нас, я думаю, это также важно, как у археологов, где вырванная из контекста, из культурного слоя находка сразу теряет свою научную ценность. Поэтому снимайте природу как можно больше, в том числе те вещи, которые кажутся вам обычными. Но для кого-то они могут на самом деле оказаться очень интересными. Может не сейчас, а спустя какое-то время. И не забывайте про контекст. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Пилипенко.